МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавняя встреча в Москве главправительств стран Томуженного Союза совпала с еще одним праздником, но проходившим кулуарно. Тимур Кулебаев устроил грандиозный той в честь обрезания своего наследника Адама, сына от боги Ашкенази. Как сообщают наши коллеги из российских СМИ, тусовка собрала большое количество гостей, что неудивительно. Обрезание считается важным мероприятием для казахской элиты. Кулебаеву празднество влетело в копеечку, якобы чуть ли не в миллион долларов. Но казахские новориши, как известно, не стесняются сыпать деньгами. В то время, как зять Назарбаева тратил на гостей нефтяные рубли, на западе Казахстана продолжали бастовать нефтяники. Из жена Азини шли сводки, как из зоны боевых действий. Отряды ОМОНа взяли выцепление бастующих. На улицах были замечены бронетранспортеры. Как только к нам они подойдут, какая-то силовая, если будет какой-то прием здесь в нашу сторону, все, баклажки поджигаем, себя поджигаем и хватаем тех, кто будет к нам применять силу. Умирать так с ними вместе. Вот так вот на то идем. Нефтяники бастуют уже 70 дней. Работодатели от переговоров отказываются и уже уволили сотни забастовщиков. Но рабочие не сдаются. Малик Мендагалеев и Берик Кылышев отнесли в Астану обращение в канцелярию президента Казахстана. Он не только глава государства, но и тесть Тимура Кулебаева, имеющего прямое отношение к предприятию, на котором они работают. Про нас говорят, что мы получаем большие деньги. Самая большая зарплата, которую здесь ребята получили, это 150 тысяч тенге. Но для этого надо пахать днем и ночью. А бурение – это очень трудная работа. Я сам получаю только 97 тысяч. У меня кредиты. Чтобы их погасить, вынужден подрабатывать таксистом. Пока рабочие были в Астане, их дома попытались поджечь. Ночью разбили окна и облили стены бензином. Супруга Малик Мендагалеева вспоминает – спасло только то, что успели проснуться от резкого запаха газа. Сначала я подумала, что газ взорвался, это же он выше. Здесь спали мои дети. Бог спас их жизнь. Здесь целая куча камней лежала, осколки в спальне валялись. 29 июня, чтобы рассказать о том, что творится в Казахстане, несколько человек отправились в Москву по приглашению российских и западных СМИ. В эти дни сюда должен был приехать и нефтяной принц Казахстана Тимур Кулебаев. Хотя на встречу с ним никто даже не рассчитывал. Он как хозяин получается, чтобы он что-то сказал. Но он от разговора вообще уходит. Даже туда ни электронные письма, ничего не доходит до него. В Москве Тимур Кулебаев был избран в совет директоров «Газпрома». Российские власти тем самым официально признали право нефтяного принца Казахстана распоряжаться казахской нефтью и газом. Естественно, в обмен на выгодные для Кремля условия. С Тимуром Аскаровичем мы знакомы уже в течение 10 лет. Именно вместе с ним были положены существующие базовые принципы соглашения по сотрудничеству. Еще в конце 90-х на откуп зять у президента Назарбаева были отданы национальные нефтегазовые компании. В апреле 2011-го должность вице-президента Казму Найгаза Кулебаев сменил на пост главы фонда национального благосостояния Самрук Казына. Сейчас под его контролем более 500 компаний, фактически весь сырьевой сектор и энергетика. Стремительный карьерный рост президентского зятя сопровождался не менее стремительным личным обогащением Кулебаева. Он прочно обосновался в списке миллиардеров журнала Forbes. Ну и что, что фактически он госслужащий. И Казму Найгаз, и Самрук Казына на 100% принадлежат государству. Да, он покупает дворцы принцев в Англии, да, у него своеобразные отношения с такими персонажами, как Гога Ашкенази, да, у него за ним целый шлейф скандалов и все больше связанных с коррупционной составляющей его деятельности. Пока рабочие на западе Казахстана бастуют, требуя от работодателей приемлемых условий труда и повышения зарплаты, чтобы было на что кормить детей, зять Назарбаева собирается в отпуск, говорят, в Испанию. Там его ждет собственная шикарная вилла, самая дорогая на побережье Госта-Браво. Испанские СМИ пишут, что в курортном городке Лорет жители жалуются, новые владельцы огораживают территорию заборами и перекрывают дороги. Увидеть этот говорец можно разве что с высоты птичьего полета. С прошлого лета коренные жители Лорета стали иронично называть свой городок и его окрестности казахским побережьем. Все та же испанская пресса сообщает, что отдыхать на побережье Госта-Браво приезжал и Нурсултан Назарбаев на яхте известного сталелитейного магната Лакшми Митова. Учитывая, что в этом году у Назарбаева проблемы со здоровьем, роскошная вилла на испанском побережье будет в полном распоряжении Тимура Кулебаева. Асылбик Уразов ради заработка из аула Мангистауской области перебрался в Курык. У молодой семьи сейчас двое детей, младшему всего пять месяцев. Но оказалось не то, чтобы заработать. Выжить в таких условиях будет непросто. Я получаю на руки 70 тысяч деньги. 20 уходит на кредит, еще 20 на аренду дома. Сейчас все продукты подорожали. Чтобы съездить домой в родной аул нужно еще 2-3 тысячи. Все в деньги упирается. Покупаем в первую очередь продукты. На одежду не остается. Да что там, ребенку на молоко не всегда хватает. Нефтяники задаются резонным вопросом. Почему им платят в разы меньше, чем иностранным коллегам? И почему хозяева нефтяных предприятий и чиновники, их курирующие, купаются в золоте? А народ, единственный хозяин недр Казахстана, еле-еле выживает. В одном отделе я работаю чертежником. Мой напарник филиппинец. Я местная. Выучилась. Делаем одинаковую работу. Но он получает больше. А мне руководство говорит, у тебя таких знаний нет, так как ты не работаешь. А когда он в отпуск идет, я вместо него справляюсь же. Несправедливо. Нет никакой зарплаты. И еды дома тоже нет. Вот хлеб и чай. Из продуктов ничего нет. А Русик Симбаева от такой жизни вслед за своим супругом пошла на забастовку. Вместе с другими матерями и женами работников Ерсая она в течение 43 дней перекрывала главную дорогу на предприятие. До тех пор, пока против женщин не направили полицейских. В Швейцарии на берегу Женевского озера сейчас, как всегда, спокойно. Здесь, в местечке Аньер, находится еще одна вилла Кулебаевых. Она оформлена на имя супруги Тимура Динары, средней дочери президента Назарбаева. Заплатили за этот объект элитной недвижимости 74 миллиона 700 тысяч франков. При том, что предыдущему владельцу, россиянину Рустаму Аксененко, вилла обошлась лишь в 19 миллионов. Переплата почти в 4 раза насторожила законопослушных швейцарцев. О сделке написала сначала Трибюн для Женев, а затем и другие издания. Местная русскоязычная газета пишет, казахские миллиардеры создают опасные для экономики мыльные пузыри на рынке недвижимости. Настораживает происхождение денег, заплаченных за виллу. Генеральная прокуратура конфедерации полагает, что они могут быть получены от незаконной продажи государственных нефтегазовых активов в промежутке между 2000 и 2005 годами. Этой покупкой швейцарская прокуратура действительно заинтересовалась практически сразу же. Зятя Назарбаева, Тимура Кулебаева подозревают в отмывании денег. Безусловно, 600 миллионов – это не та сумма, которая может быть накоплена на зарплату государственного служащего. Появление таких сумм в банковской системе Швейцарии – это безусловный риск. Мне очень интересно знать, какими соображениями руководствовались наши банки, когда принимали эти деньги. След от швейцарской виллы ведет крупные коррупционные сделки – продажи китайцам по преднамеренно заниженной цене пакета акций предприятия, владеющего одним из крупнейших казахстанских месторождений – «Октабе Мунайгаз». В 1997 году китайская компания CNPC International Limited приобрела 66,7% акций «Октабе Мунайгаза». 29 мая 2003 года на казахстанской фондовой бирже были проданы еще 25,12% акций. Государство планировало выручить за них сначала 386 миллионов долларов, но покупатель согласился заплатить лишь 150. Этим покупателем стала корпорация CNPC International Caspian, зарегистрированная в офшорной зоне на Британских Виргинских островах. Название у нее такое же, как у китайской компании, но состав владельцев разный. Китайцам принадлежит только половина. Вторую часть контролирует Дарли Инвестмент Сервисес, во главе которой находится Арвин Тику, выпускник Казахстанского политехнического института, известный любитель гольфа. В 2005 году Арвин Тику продает свою долю двумя траншами китайской CNPC International Limited. Китайцы сначала выкупили 29% акций за 25,9 миллиона долларов, затем еще 20%, но уже за 140 миллионов долларов. Не секрет, что Арвин Тику известен как доверенное лицо Тимура Кулебаева. В 10 миллионов долларов из этой суммы ушли на оплату самолета, который оказался в гараже правительства Казахстана, и на котором летает сегодня Тимур Кулебаев. Осталось еще 115,9 миллионов долларов. Часть суммы от этого гигантского отката затем и была потрачена на покупку виллы Ваньере, элитного особняка на участке площадью 8 тысяч квадратных метров. Мы подготовили очень детализированные объемные документы, из которых следует, что эти люди обманули государство на крупную сумму и использовали банковскую систему для отмывания денег. Стоп, стоп, стоп. Скандал вокруг этой сделки только набирает обороты. Национальный совет Швейцарии, Нижнюю палату парламента, депутат Саморога Карла подготовил запрос следующего содержания. Родственница одного из высокопоставленных лиц Казахстана приобрела дом за 75 миллионов франков в Ваньере. Более того, этот чиновник был замечен в коррупционных сделках с чиновниками правительства Казахстана. По данным муниципалитета Ваньера, приобретение этого дома было одобрено властями на федеральном уровне. Совет Федерации в последнее время занимается борьбой с коррупцией. Но как он мог разрешить подобное приобретение? Коррупционную деятельность Тимура Кулебаева обсуждают не только в парламенте Швейцарии, но и в зале Европейского парламента. В июне в Брюсселе состоялась конференция, на которой прозвучали впечатляющие цифры. По оценке экспертов, только за последние несколько лет нефтяной принц Казахстана вывел из страны свыше 20 миллиардов долларов США. Сумма сопоставима с размером Национального фонда Казахстана. Особняки Кулебаевых в Испании, Швейцарии, целая коллекция недвижимости в Англии – это только видимая часть миллиардного состояния нефтяного принца. На наши деньги жирует, пирует. Он покупает себе особняки по всему миру. А посмотрите на наши дома, как мы тут живем. Мы же не требуем такие же виллы, как у него. Мы не лезем в карман Кулебаева. Мы хотим справедливую, честно заработанную зарплату. Между тем в Актау проходит митинг. К бастующим работникам присоединились Аксакалы, но власти их слушать не хотят. Если так будет продолжаться дальше, если с людьми не будут считаться, тут произойдет событие, как в Кыргызстане. Будут убийства, будут жертвы. У нас что, без войны ничего решить не могут? Вам этого надо? В конфликт, начавшийся как трудовой, работодатели практически с первых дней вовлекли правоохранительные органы и судебную систему. Возбуждено уголовное дело по статье 164-е «Разжигание социальной розни» против юриста профсоюза Каржанбас Муная Натальи Соколовой и активиста Акжаната Аминова. Митинги с требованием освободить их и прекратить давление на нефтяников прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне. На площади Интымак в жена Азине Бердегали Казбаеву работников Азин Муная Газа стало плохо. У него случился и сердечный приступ. И это далеко не единичный случай. Он вышел на забастовку, сидел здесь и вдруг упал. Наверное, из-за нагрузки. Здесь жарко, солнце печет. Если дальше так пойдет, мы, наверное, здесь все упадем. Власти об этом даже не думают. Не ценят нас казахов на своей земле, но лишили бы тогда гражданство. Мы зарабатываем, а они как в роскоши купаются. Это несправедливо. Я теперь ничего не боюсь, потому что мы не живем, а существуем только. В Западном Казахстане негласно введен режим повышенной боевой готовности. Полиция, ОМОН, все силовые структуры брошены на устрашение граждан. Власти всеми доступными им способами, угрозами, провокациями, дезинформацией пытаются сломить забастовщиков. Боятся, что жители этой части страны поддержат их в других областях Казахстана. Тимуру Кулебаеву от этого не холодно и не жарко. Нефти много и на его век точно хватит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok